Добрый день, я также представляю вам бетонит и хочу рассказать о нашем опыте создания инженерных барьеров для существующих истинических объектов сохранения радиоактивных вкладов, объектов ядерного наследия. Это материалы на основе бетонита, мы провели опытные испытания по созданию таких барьеров в грунте, и в этих результатах я сейчас расскажу. Со мной, с нашей компанией работают и выполняли компании, которые ходят в наш фондинг, это бетонит и бетонит и лабораторные испытания проводили совместно со мною Буманосовым. Собственно, типы инженерных барьеров безопасности, объектов, на которых они применяются, разделены вот в такой схеме, очень сложные, потому что объекты все разные, как нам сейчас и рассказывали, и требуют специальных требований. И я хочу сосредоточиться именно на ремонте исторических храничров, то есть вот на этой зоне, сейчас и сказать о решениях для их объектов. По результатам инвентаризации 2014 года была опубликована статья в журнале «Неогенерационная безопасность» о том, что 2210 объектов у нас есть, которые уже остановлены, выйдены в эксплуатации или планируются в остановке, и из них 1050 пунктов хранения. То есть это говорит о масштабе проблемы, о том, как это стоит работа. Один из примеров объектов консервации, объекта ядерного наследия, то есть именно на Сибирском химическом комбинате, ну и то, какая была проделана работа по данным открытых источникам, схемам, по которым они работали, то есть уже существовал постелающий кран, который был создан при сооружении этого хранилища из местных брунтов, семейных глинистых, и, соответственно, декантар был запричен, и тело заполнено песчаным брунтом, глинистый брунт, соответственно, сверху сделан кран, ну и дополнительный еще песчаный, без такой консервации был сделан. Но мы видим, что никакие, ну, эти мероприятия никак не связаны с постелающим слоем, через который может быть фильтрация в будущем загрязняющих веществ. И чем это опасно? То есть прошло уже достаточно много времени, 100 лет, на создание этого экрана, и вследствие сезонной кучи, стости морозобойности, в глинах промываются каналы, которые, ну, служат спросом фильтрации для воды, соответственно, на водопроницаемость, как у экрана растет со временем. И он может стать источником повторного станетей оказывающей среды даже после того, как законсервировано. И, ну, поэтому мы увлечены в дополнительные мероприятия и снова это должен требовать финансирования. Ну, решение, которое было принято на этом объекте, соответственно, были установлены милиционные скважины, через которые полимерные, например, эмиссии в катангель, было закачивать грунт до водопорного горизонта, и, ну, тем самым, то есть это один из способов повышения против фильтрационных способностей грунтов и их стабилизации. Но вот я хочу в своем докладе представить другой способ на основе другого материала и технологии. Он на основе бентонита, ну, мы занимаемся этим, это наша ключевая компетенция. Почему именно бентонит звучало? В первом докладе сегодня это его способность к нарухами, в первую очередь, благодаря которой низкая водопроницаемость и способность к самодолечиванию. То есть никакие трещины в нем не могут образовываться, они будут затягивать засветки его нарухами. И уплотненный бентонит также является фильтром для коллоидных частиц и для микробной активности. Он ее снижает. Ну, плюс, ее высокая емкость катионного агена бентонита по сравнению с другими длинами и устойчивая грузопционные характеристики. То есть можно сказать, что инженерный барьер безопасности с бентонитом – это противопроницационный и противимиграционный барьер для объективного хранения катионных компонов. Собственного материала – бентинджет, о котором я хочу рассказать. Он сделан из состава натриевой природы бентин, наше насторождение дарсохинское и паканское. И функциональный добавок представляет собой просто пульс медь, который при ствоении водой образует гель, гель, который затем закачивают в грунт различными способами, сейчас об этом расскажу. И затем он загустевает, подтверждает в течение от 8 до 12 часов и создаёт в водонепроницаемый инсилиционный слой. Технологии, по которым он может быть доставлен в грунт – это бюджет-технологии струйной цементации, создание стены в грунте, технология горизонтально направленного упыления для создания не только вертикальных наклонов как первый способ, но ещё и горизонтальный франк. То есть можно создать полностью новый застилающее слой для некого объекта, который представляет опасность для окружающей среды. Немного подробнее об этих технологиях. У меня такой практический доклад, я не могу сказать строительство. Собственное инъектирование. Здесь показывает картинка, что он может горизонтально, вертикально или под наклоном осуществляться изнутри конструкции или снаружи, создаётся для ремонта существующей гидроизоляции в случае, если грунты высокопористые или, ну, есть некие, например, пустые полы в пространстве, у нас вокруг конструкции, которые нужно запомнить для повышения гидроизоляющей их способности. Вот G-технология. Второй способ – это когда мы делаем скважину, разгуливаем, и затем под высоким напором подаём струю нашего инъекционного материала. Он разрушает грунт и создаёт такую некую сваю, то есть грунтопентанитовый столб, и, соответственно, проделав несколько таких свар, мы сможем сделать вертикальный противофильтрационный экран. Стена в грунте создаётся по технологии просто выемки грунта специальной установкой грейфером. Пространство для того, чтобы стенки не разрушались, заполняется буровым раствором, как правило. И затем закачивается туда инъекционная смесь. Муровой раствор вытесняется. Потом на фотографиях вот с стенок, как я их отхожу. Вот такая стена может создаваться вокруг объекта до водоупорного слоя, то есть перекрывая водоносный горизонт и, ну, защищая окружающие следы, распространение загрязняющих щек. Глубина их до 50 метров, можно делать ширину до 2 метров, зависит от оборудования, которое у вас есть. Вот. И последняя технология – это горизонтально направленное бурение, когда мы можем под объектом пробурить скважину, находясь на поверхности с высокой точностью, и затем путём инъектирования или также глубинного перемешивания создается вот такой участок экрана. Вот здесь есть один и два картинки. То есть мы делаем первую проходку, создаём там до полутора метров толщиной экран, следующую, и так мы можем полностью под нашим хранилищем, ну, сделать новый противофильтрационный экран. Вот. И сейчас о том, что было направо с нами проделано. По G-технологии сделана вот такая угодная свая, глубиной 10 метров и 1,2 метра в диаметре. Вот здесь на второй фотографии, как она выглядит после отверждения на следующий день. Ну, и здесь образцы, которые были взяты непосредственно в термин на объекте этого материала. И затем исследовались в лаборатории. Ну, и стена в грунте. Вот, соответственно, здесь были грунты. Греятельный установка. Здесь закачивается буровой раствор подойдётся. Вот он здесь. Коричневым цветом – это буровой раствор. Он откачивается и может быть повторно использован. То есть он никогда не удаляется, уже очень сильно не попадает. И вот серым цветом – это как раз наша инъекционная смесь Бет-НЖ. Они не смешиваются, просто вытесняют друг друга. Вот. Возможно, также технология вообще без использования бурового раствора, а непосредственно, ну, сразу при работе и при реферной установке использования бет-НЖ в качестве вот этого серия употребляющего и выполняющего. И вот на этих фотографиях, вот раскопанное после отверждения, соответственно, вот это и есть бетонита и стена в грунте. И результаты, которые у нас получились, этих керновых проб, мы измерили коэффициент фильтрации, он ставит примерно 10,5 и 10,6 степени для разных образцов, ну, с середины и с краев, вот с органных барьеров. Для понимания скажу, что мы измеряли коэффициент фильтрации по гастированной методике в аккредитованной лаборатории. Это не исследовательский метод и эти значения немного выше, чем вот мы уже встречали в докладах или чем встречается вам в статьях. Просто при исследованиях использовались другие приборы и другие методики. Вот мы опирались именно на этот глост для глинистых грунтов. Коэффициент диффузии. Вот. И мы ставили 2 на 10 минус 5 степени. Соответственно, также был измерен коэффициент распределения для урана. Ну, вот значения отличаются. И несмотря на то, что это один и тот же материал, да, вот здесь у нас вот эти показатели стен в грунте, где 100% нам вот этот материал для гиджет. И здесь для гиджет, сооруженной по технологии гиджет, там смесь грунта получается с этим материалом. Здесь, например, коэффициент распределения получился несколько ниже, но тоже данные, которые у нас есть в литературе, как правило, там для метаника это 10 в 2-й, 10 в 3-й степени для урана коэффициента. Ну, а тем не менее, это все лабораторные испытания, которые никак не связаны с образцами полученных непосредственно при производстве работы. То есть уже на практике. Ну, и что можно об этих технологиях сказать? Выводы, что, в общем-то, показатели качества, измеренные нами по тем требованиям, которые существуют, в общем-то, они им удовлетворяют эту качество для инженерного барьера подходящее. И также эти технологии могут, ну, создание таких экранов для объектов ядерного наследия, могут найти вот свое применение как раз для предотвращения миграции другу видов через нижний слой отстывающих. Ну, некоторые особенности этих технологий. Все-таки по G-технологии мы можем создавать как лицикальный экран, так и под наклоном. Там требуется меньший расход. И, ну, сам барьер будет представлять собой, ну, свой материал, либо там смесь, вот этот бедный жертв и будет грунта. При стене в грунте у нас получается чистый материал, мы можем гарантировать геометрические показатели, да, в которых создается барьер более точно. Но у нас требуется предварительная выемка грунта, которая, ну, которая, соответственно, если меняется соединенным, то требует утилизации. Вот. И стена в грунте, это, конечно, только вертикальная технология. Ну, вот по технологии ГНД я уже говорил, что там целый презентальный экран можно создавать. Вот. И что касается других инженерных барьеров безопасности на основе бентонита, вот здесь приведены разные виды материалов, потому что не только для объектов геодерного наследия, да, для нового, для открытия новых объектов захоронения могут использоваться материал на основе бентонита, здесь приведены в бюджетный бумаг. Это дает грану, выключенную между двумя слоями геотический стиль, соответственно, углотненную засыпку из бентонита, пилеты и углотненные блоки. Это, ну, не наши фотографии, это просто пример материалов. У нас опыт по рисованию проходил в последнее время вот здесь первая проба к рисованию бентонита от различных месторождений. Вот эти серые три образца из 90-х утра, как ассия, вот такой желтоватый, это даже каплинское месторождение и карганское месторождение. В общем, мы попробовали максимальные плотности, которые можно достичь, и сухая плотность, ну, плотность скелета из образцов, это 2,1 грамма сантиметр кубический, и для людей, конечно, такая плотность при захоронении не нужна, вот в этом году, а также с этой службой, но это первый подход, первые возможности. Да, все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Прикрасный процесс может быть, но наши эксперименты по аэциклическому замораживанию отставили. АПЛОДИСМЕНТЫ Как раз показывают, что генамиды материала, в этом случае уступают материалом с преобладанием амкоричневых? Мы проводили испытания в лаборатории по морозному учению и можем сказать, что выказатель получился не превышающим для кумбок. То есть степень морозного учения у бритонит достаточно низкая и в целом вода оходит в святом состоянии и и не образуются эти присталов льда, которые как раз разрушают, вызывают морозу болезнь. Поэтому можем гарантировать, что экран из биотонита неподвижен к разрушению средствам морозного лечения. И его способность набухания, которая не зависит от количества циклов замораживания тайм и гидротации, то есть она как-то из природного тела, то природный свой, оно сохраняется в течение всего-то долгового и промежуток времени дает стабильность в свой свой. Спасибо за докладку. Вот предыдущий докладчик говорил о том, что нет универсальных решений, хотя в мусорительстве, ну не мы, поэтому проектировщики пользуются строительными нормами и решения статарно используются, докладываются в проекте, в том числе и об мундаментах и так далее. Вот скажите, а у вас идет работа или в разработке именно каких-то стандартных решений? Ну, в технических условиях, в том числе еще. Ну да, мы также занимаемся разработкой нормативных документов, пока необходимо собрать достаточную информацию, чтобы, ну, нельзя просто под конкретный объект провести испытание и установить, что на нем нужны такие требования, нужно, чтобы требования, которые мы пытаемся разработать, можно было перенести на другие объекты и гарантировать то, что результаты лабораторных экспериментов могут быть. Действия интерпретировалась в больших масштабах и в больших объектах, поэтому вот здесь вы представлены на одно из решений для одного из объектов по одному из продуктов, по нему, конечно, можно рассказать о тех характеристике, которые мы выпустили нормативную документацию. Ну, нам кажется, так правильнее, если вы расследователи определяют, какие требования и объекты у вас есть. Спасибо. Спасибо.